Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сколько приветствий вы еще знаете в своей жизни! Как вообще-то вы приветствовали друг друга, когда вы жили в России, или на Украине, или в других странах? Слава Иисусу Христу! Еще были какие-то? Христос воскрес! Да, мы дойдем до этого приветствия. У нас в селе здоровались еще, я сам в Западной Украине, у нас говорили «Мир вам!». Но «Мир вам!» мы говорили только людям субботствующим. Православным людям мы говорили «Добрый день! Здравствуйте!». И вот когда наступало время приветствия «Христос воскрес!», нам, людям верующим, было немножко неудобно. я помню себя, потому что если я не поздороваюсь с кем-то на улице, то это уже могли доложить моим родителям. Я потом получил втык, если такое слово можно применить, за то, что я не поздоровался с кем-то. Ну, такие были правила. И вот Христос воскрес, чтобы ответить воистину воскрес, это уже было определенным признаком греха. Ну, так было принято у нас. И поэтому эти 40 дней приходилось ходить как-то вот так между людьми, между дорогами, чтобы ни с кем как-то не встречаться и не отвечать воистину воскрес. Ну, так было тогда. Пример приведу такого же одного похожего на меня. Ну, не очень. Такой был Рауин один. И вот он вышел во двор и встретился с своим соседом, который его поприветствовал со словами «Христос воскрес!» Не зная, как на это реагировать, Хаим Рабинович, так звали этого господина, он ответил «Спасибо!» На улице Хаиму продолжали встречаться люди, которые приветствовали его опять такими же словами. «Христос воскрес!» И он пытался много раз отвечать «Спасибо!» В очередной раз, когда уже у него не было ни желания, ни возможности отвечать «Спасибо!» Первый человек, который уже, скажем так, дополнил его меру терпения, он ему ответил со словами «Спасибо!» «К сожалению, меня уже проинформировали!» Так что спасибо за то, что вы меня проинформировали! Сегодня у нас тема о Пасхе и о воскресении Иисуса Христа, но в основном о Пасхе. Для детей у нас приготовлены наш пастор, которого, к сожалению, сегодня нет с нами. Мы ему передаем огромный привет. Я думаю, что мы будем за него молиться и молимся за то, чтобы он был побыстрее вернулся к нам. Есть у нас sermon points, где вы дети можете заполнять и зарабатывать определенные баллы, которые вы всегда это делаете. Давайте перенесемся в жаркий Египет. Кто из вас был в Египте? Есть такие люди? Есть, да? Хорошо. И вот в Египте сидит одна семья. прохладный воздух такой, все одеты, все с посохами, все в полной боевой, скажем так, амуниции. Чувствуется хорошее настроение. И старший сын спрашивает у своего отца, Папа, ты не забыл нанести кровь на косяки двери. Это был первенец. От того, было ли это сделано, зависела его жизнь в тот момент. Подходило к концу четвертое пребывание потоков Авраама в земле египетской. Последние десятилетия демографический рост среди израильтян встревожил руководителей государства. Они усмотрели в этом многочисленном иноплеменном народе угрозу для своей собственной личной безопасности. И с тех пор иудеи в Египте стали вне закона. Мы помним, как их приветствовали, когда они вместе с Иосифом приехали в эту страну. Какие они были уважаемыми людьми. И потихоньку менялась их роль в этом государстве. С уважаемых людей, с почитаемых людей они превратились в безвольных рабов. Все их права были попраны. Права как работников и права как людей. И права как людей дошло до того, что их потомство подлежало полному уничтожению, чтобы они не смогли причинять какой-то вред египетскому царству. Та эпоха для израильтян она сравнивается в Библии с пребыванием в железной печи. Это было ужасное время национализма и насилия со стороны Египта по отношению к евреям. Но иудеи были потомками избранных Богом людей. Они были потомки Авраама, Исаака и Иакова. И Бог обещал своим избранным, что однажды в самый трудный момент жизни их потомков ждет избавления. История выхода из рабства связана с пророком Моисеем, который, придя от имени Яхве, к фараону повелел отпусти народ мой. Но вся экономика Египта была построена к тому времени на использовании рабского труда. И фараон не хотел отпускать иудею. Тогда последовали трагические события, принуждавшие фараона дать израильтянам волю. Название нашей темы сегодня три Пасхи. Первая Пасха. Открываем исход к двенадцатой главе. Исход двенадцатая глава с одиннадцатого по четырнадцатый текст будем читать. Первая Пасха была в Египте. Ешьте же его так. Пусть будут шресла ваши припоясаны, обув ваши на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю в Египетской и поражу всякого первенца в земле Египетской от человека до скота. И над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь и пройду мимо вас. И не будет между вами язва губительной, когда буду поражать землю Египетскую. И да будет вам день сей памятен. И празднуйте в он и праздник Господу, во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. Это первое место в Библии, где упоминается слово Пасха. Что такое Пасха? Пасха была связана с воспоминаниями евреям о чудесном избавлении их народа из египетского рабства, в котором они пребывали несколько сотен лет. Слово Пасха является арамейским аналогом еврейского слова Песах, которое происходило от глагола Ла Пасох и буквально обозначает обойти. Это ключевой глагол в истории чудесного избавления израильского народа из египетского рабства. Как повествует эта древняя история библейская, Всевышний вынудил, именно вынудил египетского фараона и его подданных освободить израильский народ. Для этого он поэтапно наводил на Египет 10 бедствий или 10 вязв, которые мы помним. Решающим смирение крайне упрямого фараона было последнее, было 10 бедствия. Какая десятая язва была? смерть первенца. Всевышний должен был пройти по всей стране и совершить свой суд. Поразив не всех первенцев от человека до скота, чтобы спасти первенцев от гибели, Бог повелел каждой земле заколоть однолетнего агнца и его кровью помазать косяки дверей своих домов. В этом случае Господь обходил стороной такие дома и не касался в них первенцев. В каждом доме закланного агнца нужно было испечь на огне и съесть вместе с зоркими травами всем семейством. Сразу же после этого евреи обрели свободу из рабства и вышли из Египта со многими другими жителями, которые присоединились к израильскому народу. Это было время сбора урожая и начало Нового года. Особые события в истории израильского народа сделали этот месяц в первом среде прочих. Слова Пасха означают перескочить и не задеть или синонимы пройти и не затронуть. Еще вначале мы смотрели слово обойти. Немного странные названия не считаете ли вы для такого избавительного праздника обойти, не затронуть, перескочить. Для того, чтобы была совершена Пасха, Моисей попросил старейшин, которые должны были взять агнца, которые были приготовить, принести его, заколоть эту жертву. Потом они не могли просто сесть и наслаждаться своей едой, они должны были помазать косяки своего дома. И напоследок 14 текст «И празднуйте, и да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник во все роды ваши». Вот интересно, праздновали ли они в тот день? В день не очень простой день. Ведь они не знали, что их ожидает ближайшие дни. Может быть ближайший день или ближайшее утро, когда они будут выходить из Египта, но они должны были праздновать. Первая Пасха – это Пасха в Египте. Вторая Пасха – это Пасха в Иерусалиме. Вот если вы просто в гугле напишите поисковик три Пасхи, то вам покажет католическое, православное, иудейское, ну или даст вам много рецептов, как Пасху печь. Наша сегодня следующая Пасха – это Пасха в Иерусалиме. 1 Коринфянам, 5 глава, 7-8 текст. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесхвастны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порок и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Пасха – это Христос закланный за нас. Иоанна, 1 глава, 29 текст. «На другой день видит Иоанн идущий к нему Иисуса и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Когда пришел час исполнения пророчеств о жертве Агнеца Божьей, Иисус говорит, вы знаете, через два дня будет Пасха, и Сын человеческий предан будет на распятие. Пасха – это день заклания пасхального Агнеца. Иисус Христос говорит о том, что подходит время, и я, то есть Иисус, я займу место пасхального Агнеца. Я стану жертвой, благодаря которой человечество обретет избавление от вечной погибели. Пасха, согласно слову Христа, связана с распятием. Благодаря смерти Христа мы освободились от рабства греха. 1 Петра 1 Петра «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнеца». Точно в назначенное время должен был быть заклан пасхальный Агнец. Тима окружила Голгофу. Там на кресте Иисус принял смерть вместо грешника. Там на кресте Иисус принял смерть вместо меня и вместо вас. Благодаря Его смерти, благодаря Его вере, благодаря вере в Его заместительную жертву, мы получаем прощение и свободу. Исайя 53, глава 6-й 7-й текст. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца введен был он на заклане и как Агнец предстригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. Кто из вас готов понести наказание за грех другого человека? Кто из вас готов понести наказание за грех близкого, может быть, вам, человека? Иисуса распяли именно на праздник Пасхи. Иоанна 18 глава 28 текст от Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Поэтому вместе с апостолом Павлом мы можем сказать, Пасха наша и Христос заклан за нас. Он наше спасение, Он наше освобождение. Жизнь с Ним имеет смысл, жизнь в Нем имеет смысл. Он силен сегодня освободить нас от трапства зависимости, от депрессии, от запинающего и любимого греха всякого приходящего к Нему. Вы бесквасны. Почему мы бесквасны? Как вы думаете? Что такое закваска? Закваска это символ порока греха. Христос заклан за нас. Откровение 7 глава 14 текст. Я сказал ему ты знаешь господин и он сказал мне это те которые пришли от великой скорби они омыли одежды свои и убелили их кровью агнца. Спасение от смерти нам даровано кровью агнца Божья. Каждый из нас на земле нуждается в освобождении. Рабство греха и вредных привычек это наследство от наших прародителей мы так часто говорим потому что Адам и Ева проявили непослушание и оказались под властью лукавого и они обрекли нас на потерю бессмертия. По закону установленному во вселенной каждый грех должен быть наказан смертью. Но Божий Сын Иисус Христос для того и приходил на землю две тысячи лет назад чтобы принести себя в жертву себя самого и дать возможность избежать наказания тем кто примет верой его искупительную жертву любви. Иисус умер чтобы отвратить от нас гнев Божий и дать нам жизнь. Библия говорит Христос умер за наши грехи потому что и Христос чтобы привести нас к Богу однажды пострадал за наши грехи. Прекрасный праздник. Какая благодарность должна быть с нашей стороны за то что Иисус Христос отдал свою жизнь лично за каждого из нас. Станем праздновать этот прекрасный христианский праздник. Первая Пасха была в Египте вторая Пасха в Иерусалиме. А кто подскажет где была третья Пасха? Царствие Божие где будет я думал что я скажу где была но вас нельзя провести молодцы третья Пасха будет Царствие Божие прочитаем пророчество которое сказал Иисус Луки 22 глава 14 по 16 текст и тогда настал час он возлег и двенадцать апостолов с ним и сказал им очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания сказываю вам что уже больше не буду есть ее пока не совершится в Царстве Божьем перевод Касьяна говорит что доколе не исполнится она в Царстве Божьем или восстановительный перевод говорит о том что пока пока не исполнится Царстве Божьем Пасха является пророчеством не только о втором пришествии но и о втором ее окончательное исполнение в будущем и слышал я как бы голос многочисленного народа как бы шум вод многих как бы голос громов сильных говорящих Аллилуйя ибо воцарился Царь Вседержитель возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу ибо наступил брак Агнца и жена приготовила его и дано было ей облечься что весон чистый и светлый весон же есть праведность святых и сказал мне ангел напиши блаженные званные на брачную вечерю Агнца и сказали мне сии суть истинные слова Божьи событие в небесном царстве это будет вечеря Агнца время когда будет Пасха проходить когда воцарится Господь Бог Вседержитель значимость для нас этого дано было и облечься весон чистый и светлый весон же есть праведность святых это будет время полного избавления от греха и опять же после каждой Пасхи есть определенные эмоции которые люди выражают благодарность Богу возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу седьмой текст итак три Пасхи в Египте в Иерусалиме и в Царстве Божьем в Египте мы с вами не были я имею ввиду не в стране на Пасхе в Египте в Иерусалиме на Пасхе мы были ну для нас там было что-то сделано было у нас есть возможность побывать на Третьей Пасхе на Пасхе в Царстве Божьем у каждого из нас есть свои трудности жизни и нам нужно избавление и нам нужна поддержка от Бога я бы хотел прочитать одну цитату одного Раввина Одина Штейнзальца сегодня Пасха праздник освобождения евреев и здравства в Египте мы знаем что наше время волнительное время мы живем во времена агрессии России в Украине и мы видим много людей отчаянно сражавшихся за свое право на жизнь свободу и будущее и мы часто думаем что освобождение нужно только от земного но хочу именно вот эту цитату прочитать вам освобождение значимо не только для человека находящегося в тюрьме а исход из Египта не только для человека находящегося в изгнании Египет может быть представлен в жизни каждого человека в самых разных обличиях это может быть заключение или чужбина но вместе с тем это могут быть непомерные долги или затянувшийся семейный конфликт рабство это не однократное точечное явление а тот что подстерегает нас и стремится овладеть нами на протяжении всей нашей жизни это любая ситуация в которой человек страдает терпит и не в состоянии выйти из нее ибо суть рабства не только в том что человек находится в тяжелом положении и подвержен продолжительным страданиям главное что он не имеет представления о том как из всего этого выбраться тот кто находится в подобной ситуации находится в Египте с этой точки зрения празднование исхода из Египта заключает в себе очень важный посыл значимый для каждого человека Египет это безвыходный лабиринт это яма за стены которые невозможно зацепиться однако Египет содержит тот что на первый взгляд кажется вершиной порабощения но на самом деле является началом избавления это острое ощущение непереносимости рабства ведь к рабству должно можно привыкнуть можно примириться с ним можно научиться вести двойное существование тот кто приспособился к жизни в рабстве навряд ли сможет выйти на свободу даже тогда когда двери откроются но тот кто остро переживает удушливую горечь рабства кто дошел до предела тот на самом деле находится в начале процесса избавления поэтому времена кризиса это не только цепочка личных и общественных трагедий но это и возможность нового взгляда более ясного представления в отношении прошлого и настоящего и если подобное обновление видения действительности возникает то это само по себе начало освобождения и избавления помните в начале была иллюстрация когда еврейская семья сидит за столом и сын спросил отца а ты помазал косяки дверей ответ отца звучал так сын можешь сидеть и кушать спокойно я помазал косяки дверей каждый из нас принесли ли мы жертву и просто сидим и наслаждаемся или мы помазали косяки наших дверей чтобы Иисус видел что здесь находятся его дети желаю вам всем Божьей благословения аминь отца и отца